Нужна квартира поможет государство. С этого года врачи, педагоги, милиционеры и военные могут получить госсубсидию на приобретение жилья. На днях в правительстве сразу пять молодых семей получили сертификаты на квартиры. Среди них и семья офицера вооруженных сил. Если у нас будет собственное жилье, мы, конечно же, задумываемся, я посоветую с женой. Она очень бы хотела, чтобы у нас еще была девочка. И мы рассмотрим этот вариант через пару лет. Старший, он довольно-таки уже смешлен для своего возраста. И когда кто-то ему дарил денежку, он говорит, вот, папа, не трать мою денежку, я буду отлаживать и куплю себе дом. Я его успокаиваю. Сына, все будет хорошо, у нас будет скоро свое жилье. Мечты сбываются. Молодая семья уже в поисках подходящей квартиры. Помогли госсубсидии. Программа – продолжение президентской программы доступное жилье. Госсубсидии для молодых семей-бюджетников. Пока это учителя, врачи и сотрудники силовых ведомств. Для участия в программе нужно, чтобы хотя бы один из супругов был младше 35-ти. Программа построена на классификации по трем, скажем так, основным категориям. Это молодая семья, которая еще не имеет детей. Это молодая семья, которая имеет одного ребенка. И молодая семья, которая имеет более одного ребенка. Соответственно, для молодой семьи, не имеющей детей, установлен предел государственной субсидии в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Для семьи с одним ребенком в эквиваленте 12 тысяч долларов. И для семьи с детьми с более чем одним ребенком 14 тысяч долларов. Подчеркну, что государственная субсидия, равно как и сам кредит, он предоставляется в национальной валюте. Чтобы получить господдержку, нужно обратиться в комиссию. Например, если сотрудник работает в школе или детсаду, его ждут заявления в госадминистрации, милиционеров в МВД, военнослужащих в Минобороны, а педагогов в Минпросе. Субсидию выдают на 10 лет. Условия прозрачные и приемлемые. Только от Минобороны заявки на господдержку подали уже 38 семей.